Акция стартовала рано утром и буквально через несколько минут в приемной выстроилась длинная очередь из желающих принять в ней участие. Перед тем, как сдать кровь, потенциальному донору нужно было заполнить анкету и подписать согласие на вступление в национальный регистр. Каждый, кто решился на этот шаг, должен осознавать всю ответственность и понимать, что донорство безвозмездно, анонимно и добровольно. Дефицит доноров костного мозга в нашей стране – серьезная проблема. И организаторы акции делают все, чтобы как можно больше людей узнавали о ней благодаря телевидению, радио и интернету. Я и раньше знала, просто сейчас увидела, что есть возможность сдать кровь. Может быть, пригодится кому-то, кому-то помогу. В предыдущих двух акциях приняли участие почти 100 жителей нашего города. Среди них журналисты канала «16» Кирилл Васенин и Елена Грицкова. В этот раз свидетельство о сдаче крови для национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова получил руководитель нашего телеканала Петр Смирнов. Он узнал об акции совсем недавно и сразу решил принять в ней участие. Любой человек может прийти, сдать свою кровь, ее проверят на соответствие, занесут в банк данных и когда-нибудь, условно говоря, раздастся тот самый звонок. Тебе может выпасть шанс стать донором костного мозга и шанс спасти чью-то жизнь. Поэтому в таких акциях обязательно надо принимать участие. Ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются более полутора тысяч человек. От российских доноров на данный момент проведено всего 229 трансплантаций. Но благодаря неравнодушным людям, принимающим участие в акциях по сдаче крови на типирование, национальный регистр постоянно пополняется. Наталья Петрунина, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова